Я прошу Вячеслава Сергеевича ее начать. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Большая честь для меня открыть сезон, открыть год 23. Ну и поскольку первая наша школа, она носит такой некоторый исторический оттенок, она посвящена памяти Владимира Львовича. Мне повезло, будучи еще там молодым каким-то, ну не интерном, а даже, пожалуй, уже врачом, но еще как-то молодым специалистом, как говорили все годы, учиться на кафедре, проходить повышение квалификации слушательной лекции, они были великолепны. Вот, мы его все прекрасно помним. Ну и вот такой исторический аспект нашей сегодняшней лекции, он новен тем, что, знаете, много есть у нас достаточно и глав в учебниках и докладов на конференции, посвященных истории анестезиологии. Ну и действительно так, все мы точно знаем, когда праздновать, да, мы знаем, что 16 октября 1846 года, да, Мортон провел первый успешный, не первый в истории, а первый успешный эфирный наркоз, и с этого момента мы ведем отчет нашей с вами науки, анестезиологии. Что же касается реаниматологии, то здесь все гораздо сложнее, потому что людей пытались оживлять и там и в 16-м, и в 17-м веках. Вот, вообще, если посмотреть литературу, то мы увидим, что отчет истории отделений вот этих интенсивной терапии, да, отделений реанимации интенсивной терапии, ОРИД, как бы мы сказали сегодня, он идет где-то с 51-52 года. Это понятно почему? Почему? Потому что пандемия полиомиелита, огромное количество пациентов, в первую очередь детей, нуждающихся в респираторной поддержке, и сама жизнь заставила создавать подразделения, которые были бы обеспечены, во-первых, создавать аппаратуру для этого, да, и вы знаете, это был огромный толчок к разработке и созданию аппаратуры для искусственной вентиляции легких. И с другой стороны, надо было где-то инкрупировать, собирать, были организованы первые отделения вот эти вот респираторные поддержки, которые стали отделениями реанимации интенсивной терапии. Ну, это 51-52 год. Ну, и, конечно же, 1960 год, когда Питер Сафар со своими соавторами опубликовал первое, вот эту методичку, я бы сказал, по характеру, по объему, первое руководство по сердечно-легочной реанимации, CPR, которое было потом переведено по инициативе организации Всемирной организации здравоохранения, было переведено на все языки мира и разослано по всем странам. Ну, у меня вот в моей библиотеке, в коллекции есть вот этот вот экземпляр, который был на русском языке в СССР доставлен, поставлен, да, по... Но издание происходило под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Однако это не значит, что реаниматология как таковая, как клиническая дисциплина родилась где-то в середине прошлого века. Сто лет назад врачи тоже не смотрели просто, как человек умирает, а пытались что-то сделать, пытались помочь и в ряде случаев имели в этом успех. Ну, вот смотрите, вот обложка первого издания, вот это вот, значит, это уже второе, извините, издание, да, 57-го года, как надо дышать и как надо качать, вот это вот Cardio Pulmonary Resuscitation, сердечно-легочная реанимация. И вроде бы мы считаем, что реанимационные мероприятия начались вот примерно в те годы. Однако, открыв руководство для врачей, карманный справочник для врачей, 1900-го года издания, мы видим, что одна из рекомендаций, она не является ведущей. Основное внимание тогда уделялось искусственному дыханию, внешними методами, мы о них сейчас поговорим. Но одна из рекомендаций, еще раз, это не какая-то научная книга, не какой-то обзор, который охватывает все возможные варианты, это карманный справочник врача, наш российский, российская империя, 1900-й год. Для усиления деятельности сердца, обратите внимание, 120 раз в минуту ритмичное надавливание или легкое постухивание. Сильно ли это отличается от того, что мы делаем сегодня, в третьем десятилетии 21 века? И там же, в этом же руководстве делается акцент на то, что нет смысла качать, да, вот если вы не проводите искусственное дыхание, самый большой эффект вы можете получить от искусственного дыхания. Поэтому самым могущественным является искусственное дыхание. Сегодня мы, наверное, и с этой позицией руководства, которому, вот этого справочника, которому уже 123 года от роду, мы вполне бы согласились. Что касается закрытого массажа сердца, что касается вот этого компонента сердечно-легочной реанимации, ну смотрите, конец 19 века, достаточно интенсивные исследования, медицинская наука уже подошла к тому уровню, когда встает вопрос, а вот мы на пороге смерти, мы можем еще что-то сделать, мы можем как-то остановить или уж тем более обратимыми сделать, развернуть эти процессы умирания человека. Ну и действительно, в 1974 году Морит Шульц исследует на животных возможность восстановления сердечной деятельности и демонстрирует, что в моделях на животных, на млекопитающих, это в принципе возможно. Его работы продолжает Рудольф Боем, вот, который, опять же, да, опыты на кошках, опыты на животных, поддерживал искусственное кровообращение за счет наружного закрытого массажа. Были случаи уже в 1891 году, хирурги демонстрируют, но понятно, почему хирурги, да, у них есть доступ, и речь идет, конечно, о так называемом открытом массаже, но здесь смотрите, да, закрытый наружный массаж сердца, он показал, и, то есть, не только открытый массаж, который мы, в реальном случае, сегодня делаем, если есть тракотомные раны, если операция на сердце, а здесь речь идет о закрытом наружном массаже сердца, то есть, по сути, это тот самый массаж, который мы проводим сегодня в рамках комплекса сердечно-легочной реанимации. Ну, и дальше это продолжалось, вот, Джордж Крилл, в частности, сначала показал, что на собаках это возможно, потом показал закрытый массаж сердца у человека, и тоже продемонстрировал и описал случай успешного оживления. Что касается проходимости дыхательных путей, мы все сегодня знаем, мы это учим еще в школе, причем, ну, даже не в медицинской школе, да, у нас школьников обучают первой помощи. Вот, ну и вот этот тройной прием Питера Сафара, как обеспечить проходимость дыхательных путей. Но уже в 70-е годы, 19-го, подчеркиваю, века, да, определенные приемы были известны, и вот Эсмарх, ну, мы Эсмарха знаем все, не только по его знаменитой кружке для очистительной клизмы, Эсмарх придумал ножницы для разрезания бинтовых, вот, гипсовых повязок, да, для разрезания гипса. Эсмарх так на всякий случай у нас внес большой вклад для нас в анестезиологию, он придумал маску Эсмарха, это вот эта проволочная рамочка, между двумя рамочками проволоки закладывались вот эти вот марлевые слои, там 8 слоев марли, куда надо было капать эфир или хлороформ. Это тоже одна из разработок, а маски были разные, да, там и Гведал постарался, и, ну, одна из масок еще в 19 веке была предложена Эсмархом, ну, и вот тот же самый Эсмарх предложил прием, маневр Эсмарха, да, прием. И вот смотрите, внизу на слайде он изображен, сильно ли он отличается от того, что мы делаем сегодня, от приемов Питера Сафара, который мы учим в школе. Вот, но обратите внимание, опять же, да, что вот эта статья интересная в американском журнале «Анестезиологи» за 2003 год, где даже первенство Эсмарха конца 19 века дискутируется, там были авторы, которые до него похожий прием предлагали. Ну, опять же, да, вот что касается Питера Сафара, я там на слайде написал, что никоим образом не хочу преуменьшить его заслуги. В одной из детской книжки про морские путешествия, мне очень понравилась фраза, там была дискуссия, Колумб открыл Америку или не Колумб. Автор этой книжки пишет, что все-таки Америку открыл Колумб, потому что открыть значит сделать доступной для всех. Вот здесь, конечно, да, это знали до Питера Сафара, но именно Питер Сафара сделал это всеобщим достоянием, таким образом, что каждый врач знает, что делать. Ну, и до него были достаточно успешные попытки обеспечить проходимость дыхательного пути. Ну и, конечно, если мы говорим про конец 19-го, начало 20-го века, это трагическая история дифтерии. Ну, она в литературе имеет огромный, значит, какой-то пласт описаний. Почитайте Михаила Фанасьевича Булгакова «Стальное горло», почитайте рассказы Антона Павловича Чехова, вот эти вот задыхающиеся дети. Это трагедия конца 19-го, начало 20-го века. Совершенно неудивительно, что первая, если я не ошибаюсь, первая премия Нобелевская по биологии и медицине была присвоена Берингу, который разработал методику производства сыворотки противодифтерийной. И сыворотка противодифтерийная внесла перелом в лечении этих детей, появилась возможность их спасать. Но, опять же, да, смерть от обструкции верхних дыхательных путей и асфиксии. Асфиксии при характерном дифтеритическом воспалении. Что нужно было делать? Нужно было искусственно обеспечивать. Да, там вариант трахиостомии тоже обсуждался. Опять же, читаем Булгакова, великолепно описано, как он производил ребенку трахиостомию. Кстати, очень интересно у Булгакова, позволю себе лирическое отступление. Описаны вот эти взаимоотношения, да, родственников умирающего ребенка и врача. У меня, когда я читаю Булгакова, когда читаю Булгакова, у меня четкое ощущение, что время идет, да, у нас появляются новые аппараты и лекарства, а вот в человеческих отношениях ничего не изменилось. Ну, квартирный вопрос-то немножко испортил, а так люди как люди. Ничего не меняется, все то же самое. Вот диалоги, там, Мересаевские, и наше общение с родственниками больных, и ничего не изменилось. Вот, но тем не менее, смотрите, трубочка, которую можно вставить, да, интубация, техника. Ребенку надо рожать челюсти, ребенку надо, ну, то есть, ребенок, конечно, маленький, поэтому мы можем действовать без релаксантов, мы можем действовать просто физической силой своих рук. Обязательно нужны ассистенты. Здесь на картинке показано два ассистента. Это слово интубация, это методика, предложенная вот этим дуэром, о дуэр, вот, ларингеальная интубация. Слово интубация оттуда. Это самый конец 19-го и начало 20-го века. Ну, если мы шагнем чуть позже, мы говорим о реаниматологии столетней давности, ну, до 28-го года нам не так много осталось, мы будем праздновать столетие создания вот этого изделия, и каждый из нас его прекрасно узнает. Это первая интубационная трубка Артур Эрнст Гведал, майор медицинской службы американской армии, хирург, да, но, опять же, мы учим гведаловские стадии эфирного наркоза. Давайте, мы пользуемся до сих пор, ну, модифицированными, конечно, гведаловскими воздуховодами, вот классический воздуховод наш, да, это предложено было Артуром Гведалом, ну, и вот интубационная трубка. Не он один ее разрабатывал, ну, вот один из вариантов, 1928 год, что здесь, как бы, скажем, что у нас есть сегодня в интубационной трубке, чего нет здесь на картинке, все это уже было. Ну, а если интубация не помогает, да, то что тогда делать? Да, вот, пожалуйста, руководство, терапия, терапия в неотложных случаях профессора Одо Французского, прекрасно все перечислено, да, в деревне невозможно давать постоянный надзор за интубацией, за интубированным пациентом надо тракеостомировать, ну, опять же, булгаков, да, ложные перепонки. Понятно, что все, что здесь описано, касается дифтерии, видите, здесь текст, в общем-то, релевантен пациенту, у которого есть признаки дыхательной обструкции, обструктивной дыхательной недостаточности на фоне дифтерии. Но не только дифтерия вызывает дыхательную недостаточность, тяжелый осматический приступ или осматический статус, ну, мы сегодня говорим тяжелый осматический приступ, да, вот, ну, тут очень интересно, обратите внимание, да, что несколько капель эфира хлороформа на носовой платок дать подышать. Напомню, в годы моей юности анестезиологической считалось, что если у осматика не купируется приступ, то второтановый наркоз может решить эту проблему, да, действительно. Ну, второтана не было, был эфир или хлороформ, ну, суть одна и та же, да, надо прекратить вот этот вот, скорее всего, рефлекторный механизм бронхоспазма. Вот вам, пожалуйста, 100-120 лет назад. Ну, кислород, кислород уже тогда был, правда, ну, конечно, техника подачи кислорода была не та, что сейчас, вот, ну, вот, можно было использовать, да. Очень интересно про осматиков, рекомендации у профессора Адор, он пишет, что, конечно же, в осматическом приступе может помочь морфин. Морфин может помочь, но поскольку осматики имеют определенный, как бы сказать, неврологический, ну, не психоневрологический, наверное, правильно сказать, старткус, и как пишет Адор, они одновременно, не только осматики, но и невропаты, они будут все время просить себе морфина, вот, и таким образом быстро станут морфинистами. И поэтому профессор Адор предлагает не использовать морфин, а вместо него впрыскивать в концентрации 1000 героин, который, с этой точки зрения, обстоятельствует очень меньше противопоказаний. Ну, для начала 20 века, напомню, героин – это средство от кашля, выпускавшееся фирмой Bayer, фирма знаменитая до сих пор, фармацевтическая фирма. От кашля действительно помогает, это правда, тут никто ничего не обманывал, не врал. Ну, а что такое героин, мы с вами прекрасно знаем из курса наркологии и токсикологии, к сожалению. Ну, и действительно, когда появился адреналин, то довольно быстро открыли его великолепный эффект при астматическом приступе. Мы в ряде случаев и сейчас его используем, если речь идет об астматическом, ну, как мы говорили раньше, астматическом статусе или тяжелом астматическом приступе. Но вот как только он появился, он стал, в общем-то, завоевывать большую популярность при вот этой вот проведении интенсивной терапии астматиков. Конечно же, была проблема желудочно-тишечной кровотечения из верхнего отдела, кровавая рвота, полный покой, лед. Обратите внимание, все, в принципе, уже тогда понимали, что пузырь со льдом, положенный на эпигастре, не может вызвать спазм сосудов желудка, так глубоко холод не проникает. Но, тем не менее, как замечательно пишет профессор Ленасье, ну, польза от льда все-таки есть. Вы положили грелку с этим замерзшим льдом в эпигастре больного, и он лежит и не шевелится, боится, что она свалится, а ему нужен абсолютный покой. То есть, это как средство, ну, если хотите, фиксации пациента, как средство обеспечения ему полному покою. Обратите внимание также на инфузионную терапию. Это же речь идет об острой кровопотере, желудочно-кишечное кровотечение, острая кровопотеря, вот, которая может привести к развитию геморрагического шока. Инфузионная терапия, но это 1902 год примерно, да, да, можно сделать вливание 250 грамм физиологического раствора, да, а если есть такая надобность, в ближайшие дни это вливание можно повторить. Ну, вот, сторонники Restrictive Volume Resuscitation должны поставить памятник из чистого золота, вот, вот, авторам вот эти, мне кажется, да. Ну, действительно, да, на самом деле переливание крови вот какие-то инфузии, кристаллоидов, тогда, еще до начала Первой мировой войны, делались очень аккуратно, да, у страдающих гиперхлоргидрии не следует злоупотреблять физраствором, напомню, это начало 20 века, есть раствор Вингера, это конец 19 века, есть раствор, вот этот вот, физиологический, это раствор Томаса Латта, наверное, есть уже раствор Дарроу, и уже создаются растворы Филлипса номер 1 и 2 для лечения холеры, все, больше ничего в арсенале инфузионной терапии нет. Ну, и, да, ложку пептона можно дать, да, в виде питания, то есть абсолютный голод, но мы понимаем, что сегодня мы начинаем раньше питать, но у нас для питания сегодня есть специальные средства, ну, и, конечно, трансфузия, переливание крови, обратите внимание, руководство 1900 года Ланштайнер и Янский еще не опубликовали учения о группах крови, то есть в известном смысле переливание крови в 1900 году это терапия отчаяния, это русская рулетка, повезет, не повезет, окажется совместиму, но если ваш пациент умирает на дворе 1900 год, вы земский врач, универсальный, да, и есть родственники, которые готовы дать какое-то количество крови, да, действительно, можно попробовать истечение крови, кстати, еще и дыхание вредных газов, здесь о вредных газах, естественно, речь идет в первую очередь об угарном газе, это окись углерода, и действительно, мы понимаем, что значительное количество гемоглобина самого пациента перестает активно переносить кислород, и трансфузии может помочь, поэтому такие наблюдения, они по нашим современным представлениям вполне разумны, переливание крови при отравлении угарным газом, но, опять же, да, мы переливаем кровь, не зная группы, это, что называется, с точки зрения совместимости крови, ну, я думаю, что каждый из нас когда-то бывал донором, там, не знаю, в институте, в армии, на работе бывает нужно, да, ну, сдаем кровь, я хотел бы обратить ваше внимание, как это происходило в то далекое время, вот, почитаем технику переливания крови, да, да, когда была открыта эта разработка с самого конца 19 века, возможность связать кальций с цитратом натрия, это 90-е годы, ну, сама методика открыта и разработана, но всеобщее применение она получила только в Первой мировой войне, поэтому в самом начале 20 века цитратная кровь еще не заготавливалась, а любые попытки переливать не стабилизируем гепарина не было, вот, гепарин это 1916 год, открытие гепарина, не производство, открытие гепарина 1916 год, Маклин открыл, то есть у нас нет никаких консерваторов, стабилизаторов крови, и переливание осуществляется прямым способом, но посмотрите, какой это способ, ну, вот, да, мы все готовы быть донорами, а скажите, а вы бы были готовы быть донором 120 лет назад, когда выделят вену пациента, да, лучевую артерию, обратите внимание, лучевая эта артерия будет ваша, донорская, а у пациента будет вена, их надо сшить сосудистым швом, по Каролю, ну, швом Кароля наши сосудистые эпохирурги пользуются до сих пор, это понятно, это хороший шов, но смотрите, да, дальше появляется цитрат натрия, слава Богу, можно либо шприцом перекачивать, в старых руководствах 20-30-х годов уже стоят два хирурга, один забирает у донора шприц, передает второму, второй вводит внутривенно пациенту, но первое переливание крови это вот такая вот техника, отек легкого, ну, отек легкого, орфография сохранена, мы сегодня говорим отек легких, понимая, что в подавляющем большинстве случаев легкие отекают одновременно и правое, и левое, но тем не менее, острый отек легкого, ну, и здесь все понятно, вот, можно почитать это описание, там, не отек легкого, там гипертонический криз, да, значит, Билли Бонса были гипертонические кризы, и доктор Ливси лечил его кровопусканием, но кровопускание вообще очень широко использовалось со средних веков, но здесь его смысл понятен, мы при гидродинамическом отеке легких мы снижаем преднагрузку, снизим преднагрузку, сегодня мы можем это сделать фурсимидом, сегодня мы можем сделать это нитропрепаратами, там, нитроглицерином, сегодня у нас есть возможность респираторной поддержки, тогда этого ничего не было, можно дать кислород, но это вспомогательная мера, и самое главное это кровопускание, вот, не рекомендуется, соответственно, кофеин, потому что он слишком быстро и слишком сильно действует, подумайте, эпоха, кофеин не рекомендуется, потому что он слишком быстрый и слишком сильно действует. Но на самом деле мы это понимаем. Пациенту с отеком легких мы дадим кофеин, мы скорее спровоцируем аритмию, чем вылечим этот отек. Вливания физиологического раствора категорически нет, но мы и сегодня постараемся натрий, содержащий кристаллоиды, не вводить пациенту с гидродинамическим отеком легкого. Ну и, соответственно, главное это кровопускание. Просто-таки она описывается как героическое средство для спасения пациентов. Ну вот смотрите, если речь идет об острой декомпенсации острой сердечной недостаточности, то обсуждаются три варианта. Сердечный коллапс, острый отек легкого и сердечный тромбоз. Наверное, имеется в виду тромбоэмболия, но тогда это описывалось как сердечный тромбоз. Ну и, соответственно, да, героическим методом лечения является кровопускание. Кровопускание, как писал профессор Аддо, никогда не бывает прежневременным и лишь порой бывает слишком запоздалым и не позволяет спасти жизнь пациента. Дигитализм, да, конечно, из средств инотропной поддержки начала 20 века основным средством были препараты на перстянке. Ну и все, что здесь видите, да, какой-то момент при сердечной слабости, уже не при отеке легких, а у пациентов с клапанным пороком сердца. Хотя мы с вами понимаем, что при митральном стенозе, наверное, если будет человек умирать, умирать он будет от острой левожелудочковой недостаточности. Ну, скажем так, от отека легких, связанного с повышением, резким повышением давления в венах легочных, в венозной сети малого круга. Ну и здесь убаин. Обратите внимание, уабаин появляется и имеет преимущество по сравнению с дигитализмом. И это описано в литературе. Почему? Потому что если дигитализм – это преимущественно гидрофобный, липофильный алкалоид, который требует длительного приема и насыщения, вот эта дигитализация, она происходит медленно, а здесь речь идет о какой-то критической экстренной ситуации, то уабаин, напомню, уабаин – это страфантин G. Мы с вами в основном в нашей практике в СССР, в постсоветской России использовали страфантин K. Это разные виды страфанта, это разное сырье. Алкалоид, в принципе, один и тот же. Но напомню, да, что страфантин у нас водорастворим, поэтому водорастворимыми вот этими вот гликозидами мы можем быстро достигнуть равновесной концентрации в плазме, быстро насытить, быстро дигитализировать больного. И вот уже появился уабаин, ну тогда он так назывался, в принципе, он даже и в литературе 80-х, 90-х годов иногда встречался. Ну, на самом деле, это разновидность нашего старого доброго страфантина, который действительно долгое время использовался при лечении сердечной недостаточности. Диабетическая кома. Ну, коматозные состояния обсуждались разные, от отравления, там были отравления свинцом, отравления, ну, различные формы комы. Ну, конечно, диабетическая кома драматическая. Сахарный диабет был уже известен, было известно, что он сахарный. Вот, в 23-м году только началось производство инсулина, до этого развитие диабетического кетоацидоза было фатальным завершением болезни. Пациенты убирали. Однако, в учебниках того времени давалась рекомендация, в принципе, вы можете дать гидрокарбонат натрия, инфузия тогда еще не обсуждалась, давали пероз, если это было возможно. Вот, в небольшом количестве на молоке давалась сода, вот эта щелочь, ну, гидрокарбонат натрия, понятно, наша питьевая сода, что позволяло в ряде случаев вернуть сознание ненадолго, но у пациента появлялась возможность отдать последнее распоряжение, например, подписать завещание, да, в те годы это считалось тоже важным, тоже нужным. Вот, ну, а после открытия инсулина в 23-м году фирма Элли-Вилли начала производство первого препарата элитин, появился инсулин, и в учебнике 24-го года уже написано, что да, раньше мы считали, что диабетический кетоацидоз, приведший к диабетической коме, это фатальный финал, но сегодня нет, сегодня есть лекарство, которое может спасти пациента. Ну, и мы уже сказали, что, конечно же, огромный такой очень серьезный акцент делался, очень сильный акцент, да, сильный серьезный акцент делался на методике искусственного дыхания. При этом методы искусственного дыхания были различные и довольно интересны. Ну, нам так поверхностно представляется, что пока не разработали методики современной объемной вентиляции, все это было внешними методами. Да, внешние методы доминировали, но обратите внимание, методы, возбуждающие деятельность дыхательных мышц, рефлекторно, это различные, ну вот, буквально это, там, нашательный спирт, баточка под нос, попытка рефлекторно стимулировать дыхательную активность. Но, помимо этих рефлекторных методов, которые вполне типичны и вполне понятны нам в 18-м и в 19-м веке, обратите внимание, 1900-й год, фородизация нервов рениц. Мы сегодня обсуждаем возможность электростимуляции диафрагмального нерва как способа искусственной распространенной вентиляции легких у ряда пациентов, да, но это придумано не вчера и даже не позавчера. 1900-й год, это уже описано, это уже предлагается, да, то есть мы можем, вот, кстати, расположение электродов тоже довольно интересно, там, один в эпигастрии, а другой, ну, грубо говоря, над, где-то, над мечевидным отростком, то есть вот такое вертикальное расположение электродов и определенная сила стока дается с целью стимуляции диафрагмы. Дальше это, конечно, вот это вот посторонние силы, это то, что мы сейчас рассмотрим. И третий пункт, насильственное введение воздуха в дыхательные органы больного, это то самое дыхание в рот больного, это дыхание рот в рот. Таким образом, 1900-й год, закрытый массаж сердца в принципе уже описан и рекомендован, дыхание рот в рот описано и рекомендовано. Обратите внимание, третий пункт, вдывание воздуха в нос и рот с помощью особого аппарата. Мы сейчас посмотрим эти аппараты. Ну и вот, да, вот это то, что написано было в 22-м году, статья, одна из статей наших китайских коллег, да, о том, как можно черезкожно электрически стимулировать диафрагму, диафрагмальную мышцу и таким образом поддерживать дыхание у пациентов. А вот 1900-й год, вот с целью раздражения мышц, нервов, реницы. Очень принципиально это похожая методика. Ну вот дыхание искусственное методом внешнего воздействия. Внешним воздействием что можно. По сути, середина 19-го века, это где-то 1850-е-60-е годы, Маршал Хоу предложил первую свою вот такую методику. Ну, это изда «Ланцет» пишет об этом в 1856-м, но эта методика уже существует несколько лет. И смысл ее сводился к тому, что пациента переворачивали с боку на бок, при этом менялась геометрия грудной клетки и при этом какое-то количество воздуха то выходило из легких, то обратно заходило за счет вот этих эластических свойств. Обратите внимание, пациент лежит на животе, таким образом в принципе мы обеспечиваем ему проходимость дыхательных путей. Ну так или иначе, если человек лежит на животе, то у него не западает корень языка, не должен западать. Всякое может быть, там может быть какие-то механические преграды и причины. Но вот это переворачивание, это из известных таких популяризованных литератур, метод Маршалла Хоу, наверное, все-таки первый, хотя по эффективности он наименее эффективный. И уже буквально через несколько лет, значит, соответственно, Роберт Сильвестер предлагает вот эту методику, которая вошла в учебники долгое время, была как доминирующая. Ну, что-то похожее мы видим даже и в кино, и в искусстве. Ну, в принципе, волков, ну погоди, два бобра-спасателя похожим способом реанимируют, когда он утонул. Единственное, что они не руки, а ноги. Ему снова у волка нет рук и ног, у него верхние, как бы у него передние и задние лапы, да, вот ему как бы задние лапы сгибают и разгибают. Но принцип этот почоп и вот это то, что Котеночкин снял в мультфильме для детей, это, в общем-то, из учебников, которые он где-то видел, да, это метод Сильвестра, скорее всего, в основе положен. Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, во многих учебниках поздних, где метод Сильвестра описан, это было упущено, но сам Сильвестр понимал необходимость обеспечения проходимости дыхательных путей. Обратите внимание, как в оригинале это предлагалось. Он лежит на столе, ну или на какой-то поверхности, с полностью запрокинутой назад головой. Да, вот мы вспоминаем, опять же, тройной прием Питера Сафара – разогнуть голову. Это делалось, а потом уже вот эти поднятия и опускания рук, которые, меняя геометрию дуны, при открытых дыхательных путях, действительно могли обеспечить какую-то объемную вентиляцию. Ну, я хочу сказать, что когда я учился в институте в 80-е годы, до прошлого века, нас учили методу Сильвестра на военной кафедре, потому что, несмотря на то, что уже была маска, уже был мешок Амбу, уже были аппараты РОС-6, уже были, ну, разные там походные аппараты для искусственной вентиляции легких, уже были внедрены. Но однако же при оказании помощи товарищу пострадавшему в зоне химического заражения, то есть под действием боевых отравляющих веществ, то есть я в противогазе, мой товарищ в противогазе, я должен реанимировать своего товарища. Военная методика, как я смогу проводить искусственное дыхание своему, вот как тогда говорили, ну, тогда это сто лет назад, умершему товарищу, да, если он в противогазе. Только методом внешнего воздействия. И вот военные выбрали метод Сильвестра, и если речь идет о пострадавшем в противогазе, то он до сих пор, наверное, остается актуальным. Бенджамин Ховард, в общем-то, модифицировал еще, он клал. А обращаю ваше внимание, кстати, коллеги, что большинство вот этих вот приемов оживления, они рекомендовались в контексте оживления утопших. Поэтому многие на рисунках в пляжных костюмах, поэтому многие вот эти реанимируемые, они вот действительно в какой-то, да, там, пляжной одежде. Обратите внимание, здесь на рисунках лодочки и какие-то там шверботики там плавают, озеро рядом. То есть везде подразумевается, что речь идет не просто омерший, это утопленник, это реанимирование утопленника. Поэтому идеи и маршала Холла, и Бенджамина Ховарда, это еще и освобождение дыхательных путей от попавшей туда воды. Поэтому первый этап переворачивания вниз, чтобы вода вытекла из дыхательных путей, освободив дыхательные пути. Ну и вот это вот переворачивание вниз-вверх, если у вас есть ассистент, он может тоже поднимать, опускать руки, таким образом, дополняя метод Ховарда методом Сильвестра. Вот, ну, интересная методика достаточно шафера. Методика шафера состоит в том, что мы сжимаем грудную клетку. Чем-то, знаете ли, это напоминает прием Гейблиха, да, вот так мы сжимаем реберные дуги, таким образом обеспечиваем выдох, а потом, когда мы их отпускаем за счет эластических свойств, разгибаются, ну, расходятся реберные дуги, и происходит вдох. Обращу внимание, что и в этом случае пациент лежит на животе с повернутой головой, то есть, в принципе, каким-то образом проходимость дыхательных путей ему обеспечивается, ну, и опять же, в основном он трактовался как утопленники. Ну, видите, да, здесь тоже картинки все пляжные, да, если мы рисуем картинки, как реанимируют сейчас, мы, у нас люди в белых халатах или в хирургических костюмах реанимируют, человека в пижаме, это больничная сцена, на старых картинках все в плавках, это сцена на пляже, это оживление утопленника, который утонул, вот, ну, и вот динамика этих. Обратите внимание, да, что, в общем-то, методики совершенствуются, вот этот вот метод Эви, это 1932 год, это стол, это Intermittent Positioning Table, да, стол с изменяемым наклоном. Надо сказать, что этот стол был принят на вооружение британским королевским флотом и в эпоху Второй мировой войны. На крупных, конечно, кораблях, на катере, на торпедном, на лодке такого не поставишь, но на крупных кораблях, от крейсера и больше, в медотсеке, такие столы были предусмотрены, считалось, что вот при проведении каких-то интенсивных терапий, реанимационных мероприятий, можно вот так вот покачивая, меняя, что здесь происходит при качающем столе? Меняется положение диафрагмы за счет гравитационного воздействия органов живота. Органы живота то смещаются вниз, оттягивая диафрагму, то снова возвращаются наверх, таким образом осуществляется вдох и выдох. Но это уже не столетняя давность, это 1932 год, просто упоминаем об этом. Аппаратура, коллеги, больше чем 100 лет назад, в 1907 году, были разные аппараты, но вот этот он оказался самым популярным, он выпускался до конца 30-х годов, небезызвестные заводы Юнкерса его выпускали. Ну, кстати, это вообще история, история техники нашей с вами респираторной во многом переплетается и переклетается с историей авиационного производства, авиации, наш первый аппарат РО тоже делал, в общем-то, по линии Министерства гражданской авиации, это известная история. Ну, здесь Дрэгер, это, конечно, не вот первый изначально, я к тому, что на авиационных заводах его потом делали, в ДСАУ, на заводах Юнкерса. А изначально Дрэгер, ну, Дрэгер к тому времени уже известная фирма, которая уже с конца 92-го и половины 19-го века является одним из лидеров по производству водолазного снаряжения. Понятно, что это связано с дыханием, понятно, что они знают устройство клапана, как сказал бы Александр Покровский про них. Ну, кроме устройства клапана, они еще знают, как обращаться со сжатыми газами, как подавать кислород, что такое редуктор газовый. Все это знают на фирме Дрэгер, и в 1907 году они делают вот это изделие, оно называется Дрэгер Пульмотор. Ну, вот сегодня его можно в музеях встретить. Ну, вот смотрите, основные блоки, которые есть в Дрэгере Аксилок 2000, которые у нас в правой стороне слайда, и Дрэгер Пульмотор 1907 года. Да, конечно, Аксилок более продвинутый, да, он покруче, но в принципе уже появляются вот основные элементы аппарата искусственной вентиляции легких. Источник сжатых газов, источник кислорода, редуктор, манометры и система управления, которая постоянный газовый поток сжатого газа, редуктор снижает, понижающий снижает давление, а система управления разбивает постоянный поток на вдохе и паузы, то есть выдохе. То есть формируется паттерн искусственного дыхания. Уже в 1907 году есть приспособления, которые формируют вот этот паттерн искусственного дыхания. В инфузионной терапии тоже есть интересные подвижки. Первая мировая война показала, что только кровью трудно обеспечить весь фронт, а переливать только кристаллоиды бывает недостаточно при травме, при боевой особенно травме, сопровождающейся массивной кровопотери. Вот, Уолтер Брэдфорд Кеннон и Уильям Мэддек Бейлис изучают вопросы кровопотери и травматического шока. Бейлис предлагает вводить коллоиды. Ну, синтетических коллоидов в нашем понимании, именно синтетических, тогда еще нет. Но есть естественные вещества, которые вполне сходны с нашими современными синтетическими коллоидами. Это желатин, обратим внимание, что мы сегодня его используем, модифицированный, субсинулированный желатин. Или вот это вот гумиарабик, это сок какой-то там акации, я не ботаник, не знаю, это коллоидные растворы. И попытки, успешные попытки внутривенной инфузии коллоидных плазмозаменителей. Обратите внимание, 1919 год, все остальное будет потом. Все остальное мы с вами еще не раз обсудим, но это будет потом. Уже в 16-м году все это делается. В 1909 году первое производство, начатое производство адреналина, мы сейчас говорим международное название пенифрин, но адреналин первое название, его историческое, адреналин, без которого мы и сегодня не можем обойтись, без которого мы и сегодня не представляем себе оснащенный реанимацией, вот он появился. Он еще не используется для оживления, он еще не используется для какой-то там сердечно-легочной ресурсцитации, но он уже есть, его уже дают астматикам, его уже дают в каких-то критических ситуациях. Ну, а так, в принципе, вот набор. Стрихнин. Интересный, кстати, препарат. По сути, он, наверное, обладает таким, он не адренометический, он симпатомеметик такой, он высвобожден, он способствует высвобождению катехоламинов из прессинаптической мембраны, за счет этого возбуждает. Вот, то есть, вот именно как симпатомеметический препарат, он широко использовался, скажем, в Англопургскую войну, его использовали при ранениях, шоке, кровопотере и шоке, его с целью поддержания гемодинамики английские хирурги использовали в довольно больших количествах, ну, потом он уходит в прошлое. Тем не менее, была эпоха, когда стрихнин считался сильнодействующим средством и в отсутствии адреналина, может быть, последним доводом, который фармакология может привести при спасении жизни пациента. Вот, я специально привел, не удержался, вы уж простите, насчет кислорода, что предлагался он в справочниках по 50 копеек за один кубический фут. То есть, его давали в каких-то вот подушках кислородных, да, ну, и, соответственно, стоил он, извините, 50 царских копеек до Первой мировой войны. Это довольно серьезно. Это, я думаю, что это хороший обед в хорошем трактире. Ну, так, без обильной выпивки, но можно было хорошо пообедать. Это вот кубический фут кислорода стоил. Да, ну, есть уже атропины, атропины используются, используются по делу тогда, используются и сейчас. От комфоры мы отошли, конечно, и от сульфа, камфокаина, вот все эти, так называемые, аналептики. Но это была, эпоха аналептиков только еще начиналась. Была только масляная камфора, которую вводили подкожно, масляный раствор нельзя вводить внутривенно. Потом появится бимигрит, потом появится кардиамин и куразол, потом будет создан водорастворимый вариант камфоры, это сульфа, камфокаин. Это все придется на 30-е, 40-е годы, ну, и расцвет, наверное, где-то с 30-х по 50-е годы расцвет использования вот этих вот аналептиков, вот этих вот так называемых противошоковых припаях. Хотя мы сегодня понимаем, что самый мощный эффект, который ими можно получить, это судороги. Ну, кстати, известный уже тогда эффект при передозировке камфоры, это судороги, да, это описано вот в тех старых руководствах. Ну, и, конечно, если мы говорим про средства инотропной поддержки, то это гликозиды, это дигитализ, ну, и Оубаин, я уже упомянул, сказал. Что касается нейроаренематологии, вы знаете, ну, я вам скажу, что могу сказать так, по каким-то позициям мало что изменилось. 100 лет назад не было лекарства от мозга, ну, то есть, какого-то вот вещества, которое, вот, мозг поврежден, мы дали лекарство, и мозг стал восстанавливаться, такого не было 100 лет назад, такого нет и сейчас, давайте смотреть правды в глаза, мы как-то встречались на Школе Федерации, обсуждали церебропротекцию фармакологическую, она возможна, но суть ее сводится к тому, что мы максимально снижаем потребность в кислороде и максимально обеспечиваем, я бы даже сказал, не обеспечиваем, а гарантируем поступление этого самого кислорода и глюкозы в головной мозг, то есть, контроль дыхания, контроль гемодинамики, ну, и действительно, фармакологические воздействия, которые исключают целый ряд моментов, там, двигательная активность, она будет повышать потребность в кислороде, ну, и так далее, судорожность, норм, естественно, должен быть купирован, вот, но очень много внимания уделяется гигиеническим процедурам, тут я не могу не согласиться с нашими коллегами столетней давности, сегодня, если пациент не умирает непосредственно от механического разрушения или последующего отека, дислокации головного мозга, то наибольшая угроза для него это гнойно-септические осложнения, это касается уроинфекции и видите, рекомендация, 120 лет назад это тоже прекрасно понимали, не допускать задержки мочи, обрабатывать кожные, то есть, мягкие ткани, кожные покровы, специальные ватные, мы сегодня специальная кровать, функциональная для нейро-реанимационного больного, правда же, да, ватная кровать из всасывающего торфа, ну, разве это не то, что мы делаем сегодня, да, не из торфа, но всякие памперсы и прочее, вот оно тогда уже, уже было понятно, что это нужно, была мотивация все это создать, сто лет ушло на то, чтобы все это создать, более-менее что-то из этого у нас сегодня уже есть, гигиена полости рта, профилактика контрактур, профилактика запоров, вот понимаете, что касается раздела гигиена, не могу не согласиться с каждым пунктом, они столь же актуальны сегодня, как и сто лет назад, что касается интузионной терапии, ну да, кристаллоидные растворы, ну, при уремической коме, заметим, здесь лечение не только геморрагических инсультов или травм черепной мозговой, уремической комы, при уремической коме, да, глюкоза 5% в ряде случаев при гиперсмалярности может оказаться полезной, ну и дальше там, люмбальная функция при мингитах, опухолях мозга и кровоизлияниях, при мингитах, да, при опухолях, а надо ли, да, но мы понимаем, что у нас сегодня есть компьютерная томография, мы сегодня при объемном образовании главного мозга люмбальную функцию, конечно, делать не станем. Опять же, почитайте Михаила Афанасьевича Булгакова, вот в записке врача там есть рассказ, забыл название, где его вызывают к молодой девушке невеста там готовились к свадьбе и она получила тяжелую черепно-мозговую травму. Вот полное бессилие медицины перед черепно-мозговой травмой, перед тяжелым механическим повреждением головного мозга. Сегодня у нас нейрохирургия, сегодня большие успехи, да, действительно. Но что касается волшебной таблетки, которая помогала бы от мозга, ее как не было, так и нет. Больше того, печально скажу, наверное, ее никогда не будет, просто потому что мозг настолько сложная структура, что какую-то придумать таблетку, которую вылечить, наверное, невозможно. Ну и завершая наш сегодняшний рассказ про методы оживления, пособие омершим сто и более лет назад, а тогда это называлось обмирание, процесс резкого угнетения жизненно важных функций. Вот, мы бы потом говорили о том, что это может быть эргональное состояние, ну, в общем, это в той литературе столетней давности это называлось обмиранием, вот, ну и, опять же, да, многое из того, что мы сегодня считаем новым, это хорошо забытое старое, Илон Маск создает электромобили. Вот вам фотография, 1901 год, Нью-Йорк, электромобиль скорой помощи. Уже было. Да, сегодня электромобили бегают порезвее, получше, но сама по себе идея, она родилась не вчера и даже не позавчера. Ну и вместо послесловия я хочу сказать, наверное, вот эти вот рекомендации, они справедливые для нас, здесь я сохранил по возможности и орфографию, да, и, ну, вот как там написано, так здесь на слайде и приведено. Особенно мне нравится фраза «при систематическом и несуетливом употреблении искусственного дыхания». Коллеги, вот тут я готов подписаться, я думаю, что все мы готовы подписаться под каждым словом. Вот искусственное дыхание должно быть систематическим и несуетливым в 21 веке, особенно при нашей с вами респираторной технике. Ну и, да, нельзя хоронить, пока не обнаружились несомненные признаки умирания, смерти, да, вот, ну и не надо, надо быть оптимистом, работая в реаниматологии, надо все время сохранять живой оптимизм, как это вот написано было в руководстве 123 года назад. Продолжение следует... Продолжение следует...